Мы на месте. Мы приветствуем Аллу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам в своем биополе наперед сеанса. Да, доверит. Хорошо, посмотри визуально, что мешает сканированию. Она в воронки ставит. Воронка. Сел моего намерения, вытягиваю эту воронку, летит в клетку и тюрьму. Мощная серая воронка до талии внизу с ног. Да, и команда на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аллы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аллы, находит все. От воронки выстраивается канал к ответственным. Если таково и есть, притягиваю в клетку и тюрьму. Стоит в клетке и тюрьме мой заложник. В клетке у нас демон. Демон. Здесь больше никого нет. Какой демон? У нее, по-моему, неупокоенная душа есть. Если неупокоенная душа присутствует, она проявляется. Есть, да. У нее, по-моему, неупокоенная душа выходит, идет в клетку. Какой у нас демон? 24. О, вот это интересно. Вот это мне сейчас уже интересно. Хорошо, что делать? Ему тоже интересно, что он здесь делает. Ну, давай, рассказывай свою печальную историю. Мы здесь находимся по праву. Алла пригласила нас в свое биополе вытащить сущности, такие как ты. Что ты здесь делаешь? У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Нет, воронка его. Воронка в метро была. Воронка насыщена мыслями и негативом, которые там собираются от разных людей. Она от этого растет. Воронка? Да. Это мне понятно. То есть у тебя не было никакого желания нападения на Аллу в конкретном этом случае? Она неинтересная. Объясни, как тогда воронка могла войти в ее биополе? Сколько у твоей воронки герц? Он показывает, что эта воронка доходит до 50 герц, собирая вот этот весь негатив. Там метро, по-моему, до 100 может дойти. Потом он забирает этот негатив у воронки, герцы падают, и она снова крутится и собирает. То есть у нее по-разному, количество герц по-разному бывает. Как она могла избежать эту воронку, если у нее до 50 герц? Твоя воронка на какие энергии идет? Там же должен присутствовать какой-то деструктив, какой-то негатив, какие-то мысли тяжелые, для того, чтобы в воронке было приятно там находиться. Если там ангельские энергии, к примеру, стоят, я не думаю, что в воронке будет интересно напитаться ангельской энергией. Хотя и такое возможно. Что в этом конкретном случае было? Показывает, что его воронка, она вообще не предназначена для тонких тел. Эта воронка, как правило, обходит людей, собирает именно мысли и негатив, которые люди отбрасывают. Ну, как-то она притянула эту воронку или воронка притянулась к ней? Какое-то объяснение должно быть? Он показывает, показывает момент, когда воронка... Входила? Да, по сути, входила она, потому что Алла как точка света была в этом метро. У воронки есть своя осознанность, то есть воронка нечет, чтобы там был свет. Примитивная, но есть, да. Конечно, эти энергии надо, конечно, защищать, уметь для того, чтобы в воронке не было шансов. Хорошо, мне здесь понятно. Сколько ты находишься в этом биополе с этой воронкой? Или воронка находится твоя в этом биополе? Четыре. Чего? Четыре дня. Четыре дня или недели? Четыре дня. Перейдем сейчас к неупокойной душе, чтобы ее здесь не томить. Неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться? Амира. Амира. Как долго ты присуствуешь в биополе Аллы? Несколько часов. То есть ты недавно пришла? Понятно. Цель твоего визита? Выйти. Ты увидела, получила информацию, что мы открываем порталы и выпускаем? Или ты свет увидела? Она как в комнате показывает себя по стенам, бьет и не может выйти. Ей нужно выйти. Хорошо, я тебе задам еще пару вопросов. Когда закончилось твое земное воплощение и в каком возрасте? 15 лет. 15 лет ей было? И сколько лет назад это было? В 2023 году. А что случилось в 2023 году, когда тебе было 15 лет? Несчастный случай или более серьезные какие-то вещи? Суицид. Суицид, понятно. Хорошо, Амира, я здесь не для того, чтобы что-то говорить по этому поводу. Ты желаешь уйти в светлый портал. Я готов тебе открыть этот светлый портал. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Амира видит этот портал, идет в этот портал. Ее куратор встречает, все, кто ее любят и помнят, по ту сторону встречает Амиру. Желаем ей всего наилучшего. Встречает ее? Да. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Вот у меня сейчас возник вопрос к демону. Демон, скажи мне. У нас сейчас был суицидник, девочка. Как получается так, что некоторые души уходят с вами после суицида? А как получается, что некоторые души мы имеем право отправлять? Они доходят до нас. Контракт. Контракт является причиной того. Все понятно. Значит, у нее не было никакого контракта, да? Он не знает, был у нее контракт или нет. Во всяком случае, она дошла, она ушла. Хорошо. Больше у меня вопросов нет. Тогда мы сделаем сейчас реверс энергии. Даю команду тонкой копии Аллы спроецировать энергетические сферические каналы к демону и его воронке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Скажи, демон, у нее болела левая сторона, рука болела и вниз, бедра болела. Это связано как-то с твоей воронкой? Связано. Понятно, хорошо. Воронка усиливала боль и усиливала мысли. Вытягивала. Не усиливала, а вытягивала. Задача воронки – это как можно больше негатива вытянуть. Ну, ты находишь… Соответственно, боль, грусть и негативные мысли. Если ты работаешь в метро, я так условно говорю, то я думаю, там у каждого второго такое присутствует, да? Работы не початы края. Такого не присутствует. Присутствуют интерференты. Поэтому эта воронка не предназначена, еще раз говорю. Хорошо. А как вы делите это метро, объясни мне? Там же есть космические цивилизации, репты, рептилоиды с их платами, ящеры всякие, гуманоиды. Вы мирны, друг с другом, спокойно все эти вопросы обсуждаете, решаете, делите. Сферы влияния. Каждого своя территория. Ага, хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Алла забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Алла себя обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все себе обратно. Усилий потоки в 50 раз. И посмотри, что идет назад. Радость идет, чувства идут, свет идет. Он как на место возвращается, больные места. Вот там левая сторона, да? Там и левая сторона, и в голову идет. Хорошо. Хорошо. На твоей чистоте больше ничего не осталось в этом биополе, демон? Нет. Даю команду на рассинхронизацию Аллы с демоном и этой воронкой. Значит, три, один, два, три. Пошла рассинхронизация, закончится автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Аллы, этим светом навыдавливает и все негативные патогены, низкоабрационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. Один, два, три. Свет пошел, энергия выходит, остаточная энергия выходит и формируется перед ней в шар. У меня большая серость вышла, маленький шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю и даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаю моей энергии отстегнуть все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Хорошо. Мы здесь все убрали. Демон, я тебя отпускаю, но воронку я тебе не отдам. Это орудие преступления. Вот так. Потому что это орудие преступления. Ты оказался в этой комнате диагностики. Если бы ты здесь не оказался, я бы не забирал у тебя воронку. Я надеюсь, тебе понятно. Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. И он уходит на свою частоту. Закрывая печатаю, растворяю. Под воронкой открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Хорошо. Давай заправим алую энергию. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибрации. 420 и 27. На 4 макушку головы Аллы начинает поступать 7 высокоаббрационных потоков по 400. 20% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Чистота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Алла, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она великолепно чувствует. И у нас ее куратор стоит. Женщина. Мы приветствуем куратора Аллы в нашей комнате диагностики. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Я приветствую вас и благодарю за эту встречу. Радость наполняет меня. Зовите меня Лейла. Лейла. Приветствуем вас, уважаемая Лейла. Вы куратор Аллы. Я и ее друг, и помощник. Я полагаю, я догадываюсь, с кем мы имеем дело, с представителем ангельского мира. Совершенно верно. Мы очень рады вам, уважаемая Лейла. Приветствуем вас у нас в нашей комнате диагностики. Надеемся, эти энергии вам приятны. Мне очень приятно находиться здесь. Но цель моего визита – напомнить Алле, что у ангельского мира есть крылья по праву. Не надо об этом забывать, ведь они несут дополнительные функции и требуют дополнительных защит и проверок. Безусловно, крылья нужно проверять. Вы, может, добавите немножко информации ей, как я пользуюсь своими крыльями. Крылья, как я уже сказала, имеют разные функции. Я расскажу самые простые. Крыльями можно защищать и оберегать себя, закрываясь. Это распространяется на детей, укрывая их, создавая оболочку защиты. Не надо никогда забывать о них. Они требуют чистки и защиты, которую вы выставляете. Представляйте, что оболочки покрывают ваши крылья. Это самая простая функция. Благодарю вас, Лейла. Мы обязательно дадим эту технику на определенном этапе. Алла обучается у нас, как вы знаете. Мы дадим эту технику. Мы еще до этого просто не дошли. Именно поэтому я не упомянула это. Понятно. Я обязательно об этом упомяну. Для ангельских душ существует определенная дополнительная необходимость чистить свои крылья. Вигиена крыльев. И пространство между ними, как мы это уже сами с этим неоднократно сталкивались. Конечно, в сущности будут пытаться. Совершенно верно. Каждая перышка. Отлично. Благодарю вас, Лейла. Передадим обязательно. Очень было приятно с вами познакомиться. Вы хотите сейчас активировать стержень ее внутренние, ангельские? Ее стержень активирован. Так как энергии ангельские были разбужены знаниями и обучением. Очень хорошо. И по мере ее роста духовного будет и крылья возможно расти. Уважаемая Лейла, в этой комнате диагностики, я благодарю вас за эти слова, в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Возможно, вы ее еще пока не знаете. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лейла передать ей этот скромный подарок, знак благодарности за ее визит, за ее слова. И просто знак благодарности об этой замечательной встрече. Благодарю за этот приятный подарок. Я бы хотела добавить, что крылья не будут расти. Крылья нужно раскрывать. Раскрывать. И раскрываться они будут по мере знаний и опыта. А также они будут крепнуть. Благодарю за это. Очень важное замечание, уважаемая Лейла. Если вопросов больше никаких нет, мы не прощаемся. Это вторая наша традиция. Возможно, на каком-то этапе мы обязательно с вами встретимся и пообщаемся. Я хочу сказать, что Алла интуитивно слышит мои подсказки. И мне это очень приятно. Это важно будет для Аллы. Мы заметили, да? Идет информация чистая. Благодарим вас, уважаемая Лейла. И я благодарю вас за эту прекрасную встречу. И передавайте, пожалуйста, другим кураторам в ангельском мире. Мы будем очень рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных, как вы это сделали. Со своей стороны мы будем готовы убрать преграды, мешающие им развиваться. И откроем дверь, в которую они дальше пойдут сами. Да, будет так. А так и есть. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Алла. Мы закончили вашу проверку. И встречу с вашим куратором Лейла, которая изъявила желание. По вашей просьбе пришла и ответила на вопросы, которые у вас сейчас возникли. Как вы себя чувствуете? Вы получили все ответы? Меня переполняет счастье. И это не было просто просьба. Это было сильнейшее намерение узнать, откуда моя душа. Вот так работает намерение. Вы пожелали, вас услышали. Сейчас будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аллы в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки из вилинги головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Подключайся от объекта. Поднимайся в комнаты диагностики. Пошел, прием. Подключайся от объекта. Подключайся от объекта.